МОСАГА КРОСТИЧ Вышивка крестиком или крестом? Ну что ж, у нас в караване появились нитки ПНК имени Кирова. Впервые их вижу. Что могу сказать? Я даже не знаю, они мне действительно напоминают бабушкина мулине, вот которая у меня была раньше. Я бы не хотела им вышивать, честно. Мягкая, но в то же время, вот, какое-то, как, знаете, как создается впечатление, как будто она слиплась от времени. Даже не знаю. Нет, сто процентов нет. Вот этот цвет точно у меня был в бабушкиных запасах. Вот такой я еще думала, что он как-то окрашен неравномерно. Он и сейчас так выглядит. Нет, это совсем не мое. Я сейчас, вот, как Solar화. И сейчас. Ну вот, какой-то мяс真ус. Можем. Классные кухонные ножницы Из них можно сделать Собственно, цвет мне не нравится О, вот эти покруче Ну, с рыбы плавники обрезать, да? Я знаю, что здесь специальные, но там цены такие Так и не увидела иглы для вышивки Тупые Странно Хотя, может быть, я не умею правильно смотреть Так, покажу вам вот такую пыльную папочку Которую я откопала у себя в рукодельном уголке Ну как, целенаправленно, конечно, откопала Я не знаю, вот эту, конечно, может и оставлю Вот такие вот бумажки для открыток Да, я из них когда-то делала открыток Несколько штук всего лишь навсего И я понимаю, что я больше не буду ничего из этой бумаги делать То есть, ну, потому что открытки я больше не хочу делать Для меня это бесполезная трата времени Я не успеваю тут делать, ну как не успеваю Хотелось бы больше делать всяких больших работ, да? Те, которые я могу повесить на стену Или же просто для себя какие-то работы Я понимаю, что я не буду заниматься вот этой мелочевкой больше Это могут быть какие-то, ну, совсем крайние случаи Вот как я купила наборчики, да, там на весну Но это и все Это набор, легче купить набор, который уже красивый С ленточками, с рюшечками, не знаю, с пришивными элементами С красивой вот примерно такой какой-нибудь бумагой Это я еще оставлю, наверное Тут можно будет вырезать сердечко и тут что-то вышить внутри Но это единственное Покупать специально заготовки под открытки я тоже не планирую Потому что, я же говорю, это бесполезная уже трата времени для меня И таким образом, с ее богатства Я передаю на растерзание своей доченьке Так как она пошла в школу Она любит всякие вот это вот поделки все И ей это пригодится Хочу вам показать некоторые изменения В моем натяжении, боковом натяжении конвы Дело в том, что я недавно посмотрела видео от Purple Links Я оставлю ссылку внизу обязательно Как они с мамой вроде бы сделали себе рамку То есть, не имея рамки для вышивания специальной Они решили из обычной фоторамки сделать раму И воспользовались резинками Обязательно зайдите, посмотрите Гениально, по-моему Дело в том, что не нужно мне натягивать полностью нитками по всему периметру Не нужно как-то спицы куда-то вставлять Ну, в общем, какие-то зажимы придумывать У меня дома есть резинка У меня дома есть вот эти булавки Все, больше ничего не нужно для того, чтобы натянуть Идеально конву Она просто невероятно барабанная Шить и на ней вышивать Огромнейшее удовольствие доставляет И единственное, что вам понадобится Это некая сноровка Потому что Потому что Вам понадобится или чья-то помощь Чтобы кто-то подержал вот так резинку Пока вы ее закрепите Или же, как я делала Я зажала вот здесь биндером Обычный вот такой маленький биндер Я зажала, как бы прижала Саму резинку к конве биндером Она держалась, да Просунула Потому что резинка натягивается И вам очень сложно как бы просунуть эту фигню Как она, булавку В конву Через конву и через два слоя резинка Булавку я предварительно немного согнула Чтобы она как бы сразу с легкостью Знаете, как есть для квилтинга Такие согнутые булавки Они еще называются, по-моему, английские С легкостью просунула Ну, как с легкостью? Ну, конечно, есть немного напряга Но все же Все же это мега круто Короче, я довольна, девочки, мальчики Очень сильно этой натяжкой И, конечно, можно купить какую-нибудь черную резиночку Красиво тут ее подрезать И все у вас будет идеально Мега круто Да, и тут я еще подкладываю бумажечки Потому что как бы опасаюсь Чтобы не вымазать или ржавчиной Или просто биндером Или красками от биндера Свою конву При вышивке в автомобиле Чего я, конечно, не рекомендую делать Но все-таки у нас руки чешутся Бывает самый неподходящий момент для этого И повышевать хочется То я вам рекомендую все-таки Воспользоваться вышивкой на пластиковой конве Что-нибудь такое маленькое Типа магнитиков Или, ну, не важно чего Важно то, чтобы было побольше участков одного цвета То есть, чтобы вы могли не пользоваться схемой Потому что лишняя как бы вибрация И глаза можно испортить Просто, чтобы вы могли шить и шить и шить Не заглядывая в схему Я пользуюсь вот таким органайзером визитницы Который очень удобный в плане Кинул в сумку и все Даже не нужно брать с собой какие-то коробочки Как, например, на улицу Здесь могут поместиться бобинки с разными цветами Либо же, например Ну, как я уже показывала, косточки Я предпочитаю именно для автомобиля Делать так, чтобы нитки были вправлены уже изначально То есть, столько иголок Вот мы сейчас покиваем не одну достаточно здесь Тут одна в работе и тут одна Но если вы едете куда-то в более длительное путешествие То я вам советую все-таки воспользоваться Или несколькими такими мини-игольницами И уже вдеть по цветам Достаточное количество игл Нитей, чтобы вы не отвлекались при поездке Вот тут ножницы классно помещаются И вот в таком кармашке уже находится сама работа С вправленной иголочкой Мне очень нравится такая система То есть, достал, вышиваешь Закончилась нитка, обрезал Достал новую нитку уже вдетую в иголку И дальше вышиваешь без схемы То есть, возможно Если схема, то желательно распечатать ее крупно Повесить, например, на задник сидения Чтобы вам было это все крупно видно Или же там на айпеде где-нибудь Не знаю, что вы с собой берете Главное, чтобы все было под рукой И не было лишних манипуляций с нитками Вот о чем я хотела сказать Редактор субтитров А.Семкин